Всем привет! В эфире Универньюз, студия Адельи Шамилова. Итак, главные темы дня. Ученые КФУ продвигают свои разработки в Колумбии и готовят новое поколение специалистов. Детский университет подвел итоги работы. Легендарную железную птицу перевезли в Казань. Студенты Татарстана будут привлечены к контролю проведения ЕГЭ. Какие вузы примут участие в государственной итоговой аттестации, смотри прямо сейчас. На базе Казанского государственного энергетического университета Министерства образования и науки Республики Татарстан подписало соглашение с пятью вузами, касаемых работы студентов в роли общественных наблюдателей. Данное соглашение касается организации общественного наблюдения во время проведения итоговой государственной аттестации. Соглашение подписано между Министерством и Казанским федеральным университетом, Казанским государственным энергетическим университетом, Набережно-Челнинским государственным педагогическим университетом, Казанским инновационным университетом и Университетом управления ТИСБЕ. Планируется, что подписанные соглашения обеспечат объективность проведения оценочных процедур. Адель Шамилова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. Ученые КФУ продолжают сотрудничество с Экопетроль и по-прежнему контролируют разработку месторождений нефти. Какие технологии можно использовать и где найти специалистов, которые смогут это сделать, рассказали журналистам в Казанском федеральном смотре. Казанский федеральный университет вновь добился значительных достижений на международной арене, в частности, благодаря плодотворному сотрудничеству с Колумбией. Об итогах участия делегации КФУ в шестой межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Колумбии пошел разговор на пресс-конференции, которая состоялась в стенах Казанского университета. Главными спикерами встречи стали проректор по научной деятельности КФУ и руководитель стратегической академической единицы «Эконефть». В рамках нашей рабочей группы были предметно обсуждены несколько вопросов. Вопросы о взаимодействии университетов Колумбии и России, вопросов о трансформе научных разработок российских в колумбийскую экономику и в связи с этим взаимодействия на научно-технологическом уровне не только с университетами, а также через колумбийское агентство. Дефектология по-прежнему остается предметом особой значимости. Какие профессиональные компетенции необходимы сегодняшнему педагогу, узнаешь прямо сейчас. Кафедра дефектологии и клинической психологии Института психологии и образования КФУ совместно с Фондом поддержки слепоглухих соединений проводит курсы повышения квалификации, технологии психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями развития. Теоретическое обучение будет проводиться с использованием современного оборудования, а также на стажировочных и региональных инновационных площадках Республики Татарстан. В первые дни о системе воспитания и обучения дошкольников с недостатками слуха при комплексных нарушениях развития рассказала Людмила Головчиц. Сделать на доступном уровне их жизнь, скажем так, удобной для семьи, помочь семье, чтобы эти дети не были в тягость, а чтобы дети были полноценными членами этой семьи. То есть проблема вот этой социальной реабилитации, социализации выступает на первый план. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универа Ньюс. Окончание учебного года в детском университете принято отмечать ярким праздничным концертом. В следующем сюжете речь пойдет о самых маленьких студентах. Смотрим. Шесть лет назад свою работу начал детский университет Казанского федерального. По этому случаю в КСК Уник состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие университетские лекторы, маленькие студенты и их родители. Все, кто хотят выступить на итоговом концерте, который подводит результаты работы не только самого детского университета, но и творческих достижений каждого из детей, все они имеют право прислать видеоролик на почту детского университета. Таких видеороликов у нас поступило свыше ста. Так были отобраны 15 лучших номеров, которые были представлены юным зрителям и их родителям. Хореографическая студия «Инфанта» выступила с ярким танцем, ансамбль «Нур» сыграл на флейтах. Концерт получился очень красочным и по-настоящему добрым. А возраст слушателей детского университета варьируется от 8 до 12 лет. Самая моя запоминающая лекция была про дипломатов. Потому что я раньше хотела стать дипломатом, и когда узнала я про эту профессию, мне еще больше захотелось стать дипломатом. А завершился праздничный концерт общей песней «Мы вернемся». Остается нам опять, нетерпением ожидать, ближайшие наши встречи. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Совсем недавно прошла очередная ожесточенная борьба между преподавателями и студентами Казанского федерального. Кто одержал победу и получил все лавры, смотрите далее. В спортивном комплексе «Бустан» состоялся товарищеский матч по баскетболу. В игре приняли участие команды профессорско-преподавательского состава и студентов Казанского федерального. Встреча превратилась в настоящий спортивный праздник с участием творческих коллективов университета и зрителями более тысячи человек. Студенты встречаются с более профессиональными сотрудниками, которые больше знают, больше видели, много поездили. Тем более у нас играют чемпионы мира, такие как Александр Шербаков из «Бесеранов». Поэтому это создает особый эффект соревнований, понимаете. Студенты видят, борются, они с великими играют. Поэтому эти матчки играют большую роль в значении. Организация спортивных событий является доброй традицией для Казанского университета. В рамках объявленного в КУФУ года Лобачевского реализуется цикл спортивных мероприятий. И товарищеская встреча по баскетболу стала уже вторым мероприятием из этой серии. Недавно команды преподавателей студентов сыграли в волейбол. Действительно, в спорте рождается дружно, когда вот так соревнуются мы с тобой по-дружески. Выигрывают и преподаватели, и студенты. Ну и потом все-таки от этих праздников растет популярность вот таких мероприятий. А чем больше людей занимает спорт, тем больше здоровья. Вот это главное. С самого начала с уверенным отрывом игру вели студенты. Один за другим в кольцо соперника отправлялся мяч то от одного, то от другого студента Института геологии и нефтегазовых технологий. Но первый тайм закончился со счетом 24-33 в пользу преподавателей. Вообще, конечно, вот эта прекрасная традиция. Ну, у меня просто переполняют эмоции. Я потому что только что с лавки. Вот, я тоже принимаю участие, давно занимаюсь баскетболом. Ну и, наверное, то, что столько на трибунах зрителей говорит о том, что этот праздник, он действительно нужен. Потому что обычно студенты видят своих преподавателей около за кафедрой, во время лабораторий. А тут они вдруг видят нас в спортивной форме, да мы еще и прекрасно играем. Преподаватели весь тайм вели с уверенным отрывом в 10 очков и в конечном счете выиграли студентов. Профессионализм в связке с многолетней приверженностью спорту взяли верх над юношеской ловкостью. Анастасия Иванова, Лешат Хуцаянов, Универньюз. В Казани перевезли ТУ-144 к зданию Каина-Читаева. Операция попереди с локацией «Железной птицы» продолжалась около 6 часов. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. В ночь с 15 на 16 апреля из авиастроительного района Казани совершили перевозку основной части самолета ТУ-144 на территорию второго здания Книтукаи имени Туполева, расположенного на улице Читаева. Мы работали над этим два года. Проект очень сложный. Машина стоит уже достаточно давно. Давно не производится серийно, поэтому частично и конструкторская документация утеряна. Поэтому было не очень просто ее разобрать. Все-таки это сложнейшее техническое устройство. Вот пока все нашли, пока наши коллеги из авиационного завода начали разбирать. Но там было десятки, если не сотни технических моментов. Но вроде все преодолели. Вот сегодня мы его будем перевозить в наш комплекс. ТУ-144 – советский сверхзвуковой пассажирский самолет. Первый и один из двух в мире тип сверхзвукового авиалайнера, который использовался в гражданской авиации для коммерческих перевозок. ТУ-144 находится в Казани уже 31 год. Стоит отметить, что проект по перевозке самолета уже начинали оговаривать в 2013 году. По словам ректора КНИТУКАИ, пока реализуется только первая часть проекта. Второй этап – создание в 2018 году внутри самолета интерактивного музея для детей. С предыдущим министром мы договорились. Идея Минобразия Российской Федерации очень понравилась. И они сказали, что если мы самолет поставим, то они окажут полную поддержку на его оснащение и создание музейного комплекса. Но сейчас у нас новый министр. Будем этот вопрос ставить еще раз. Сама перевозка самолета заняла более семи часов. Сначала обесточили троллейбусные провода, а затем подняли спецтехникой. Подготовка к переносу ТУ-144 началась еще в 2016 году. Сначала на территории университета появился постамет, на который воздрузят судно, а уже позже перенесли на сову часть фюзеляжа. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова